А не происходит ли попытка как-то реанимировать НКВД, то есть вернуться к тем методам, потому что было же ИНО НКВД, которое как раз занималось похищениями, убийствами за пределами по приказу Сталина, по приказу Берии и других руководителей, мы как раз этим и занимались. То есть нет ли какой-то, не знаю, может подсознательной попытки внутри этой системы кремлевской, вот это реанимировать? Они же восхищаются, НКВД восхищаются этими карательными методами, до которых даже КГБ оказалось уже по-социальному таки гораздо гуманнее было, чем вот это нарком внутренних дел при ЕГОДе, при Ежове и так далее. Но это был бы очень, наверное, простой ответ на этот вопрос, хотя, может быть, в этом и есть что-то, потому что, вот смотрите, мы же еще с вами видим резкое, резкое совершенно обострение такого явления, которое, в общем, давненько мы не встречали, а вот сейчас пошло просто валом, как карательная психиатрия. И здесь жертва не только шаман здорового человека Александр Габышев, которого уже год не могут перевести из специализированной тюремной психбольницы под Благовещенском в обычную хотя бы психбольницу в Якутске, хотя суды периодически принимают это решение, тем не менее никак. И при этом это суды. Я еще напомню случай со Славой Малаховым, это блогер, который ведет известный паблик, дореволюционный советчик, который просместится в психушке вообще без всякого суда, просто без суда. И он не мог сообщить ни адвокатам, ни своим родственникам, ни своей девушке о своем местонахождении. Его, да, опичкали препаратами, он не мог вырваться совсем. И куда жаловаться, если твои жалобы просто не выходят никуда. И это, к сожалению, не последний случай, который мы знаем. Да, возвращается и вернулась, что я говорю возвращается, вернулась и карательная психиатрия, вернулись эти методы. Единственное, что все-таки из-за границы выманивали, выкрадывали людей типа Бориса Савенкова, операция «Трест». Убивали Степана Бандеру в Милхене. Но речь идет же о обычных активистах. Не то, чтобы я призывала отнестись повнимательнее, ну, не знаю, может, они просто тренируются, что ли, я не знаю. Господи, как я много говорю слов «я не знаю». Но все равно это странно. Это очень и очень странно. Вроде бы, да, методы те же. Вроде бы, да, но... Не дороговато ли обрушивать всю машину на людей самых обычных, которые не, не знаю, там, не Мария Певчих, не Гарри Каспаров, ну, там, не лидеры оппозиции, как бы к ней не относиться? Ну, Христо Грозев, если не ошибаюсь, после отравления Навального, спустя какое-то время провел расследование и выяснилось, что Никита Исаев был, вероятно, отравлен. Мы с Никитой Исаевым достаточно много общались. Вначале, когда мы только запустили канал, он выходил всегда к нам в эфир, и он потом скоропостижно скончался. Никто не понял, как так случилось. Но понятно, что человек с инерцией иногда, с инерцией внезапно такое случается, но было очень странно. И потом, как раз, Христо Грозев высказал предположение, что они как раз тренировались, они тренируются, что сначала ты пробуешь, исследуешь, как это все работает, а потом уже переходишь к более, ну, скажем, не то, что каждая фигура и каждый человек значительная, а все-таки мы, ну, ценность человеческой жизни. Но, тем не менее, вот к, может быть, более известному влиянию в определенных кругах, может быть, действительно это такая тренировка сейчас происходит. Потому что левый блок, они многие не слышали, вот о том похищенном активисте, действительно, не самая известная организация, наверное. Да, конечно. Отравление Никиты Исаевых, если я не ошибаюсь, в поезде Москва-Тамбов в купе. Мы с ним как раз вели переговоры об интервью очередной, и потом связь оборвалась. То есть это, ну, такая история. Мне, честно говоря, не кажется, что Никита Исаев, которого я тоже знала, тем не менее подходящая для этого мишень. Он не был ноунеймом, никак, нет, он не был. При всем при том, что, ну, а как вот травить, ну, кроликов не хватает, не знаю. И все-таки до Никиты Исаева у них были вполне себе успешные, извините за это выражение, кейсы из, прежде всего, с Литвиненко, наверное, это первый кейс, и с появлением еще многих-многих других людей, и многие странные смерти мы еще или уже никогда, наверное, не будем знать ничего. Например, мы никогда не узнаем, наверное, всей правды о смерти Бориса Березовского. Непонятно. Все равно мы много чего не знаем. У них были удачные, неудачные, не знаю, тренировки ли. Тренировки ли. Мы с вами можем вспоминать, я не знаю, отравление Дмитрия Быкова. Да, это уже доказано тоже, что это было отравление. И тоже давайте спросим друг друга, Дмитрий Быков, зачем, 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 Дмитрий Быков? Вот тоже нет ответа на этот вопрос. Дважды, дважды мы знаем, мы с вами отравили Владимира Карамурзу и в итоге посадили. Как-то довольно странно. Удачно тренироваться на Никите Исаеве и дважды неудачно тренироваться, отравить Владимира Карамурзу. Спасибо ему, что он живой. И все остальное, да, как все, пока Путин жив. Мне кажется, что мы их очень часто переоцениваем. И они делают какие-то спорадические движения просто потому, что могут. Просто потому, что могут. Могут украсть левого активиста из Кыргызстана. Давайте выкрадем, а давайте. Вот выкрали, посадили в бутырку, сейчас попытают. Скажи, мальчиш, в чем секрет Красной Армии? Ну, о чем пытать этого молодого человека? О чем? Который, в общем, уже два года отсутствует в России. Какую киргизскую тайну или российскую тайну он им расскажет? Они просто пытают, потому что могут. Похищают, потому что могут. Может быть, они завтра захотят похитить вас или меня. Или кого-то из наших зрителей и слушателей. У нас есть гарантия? Нет гарантии. Кого смогут, того и похитят. А не потому, что им больше нравится всего или больше нравится я. Или наоборот меньше. Логики нет. Но им нужен страх. То есть, чтобы вокруг был страх. Чтобы вот эта сталинская технология управления, чтобы все боялись вокруг. Он сам боялся, но чтобы его боялись больше. Нужен страх. У них вообще очень полезная вещь для любой диктатуры. Собственно, любая диктатура, она, собственно, и стоит, конечно, на страхе. Разумеется, если брать страх, то да, у них это очень здорово получается. Особенно, конечно, в России. Ну и, да, вот похищение из стран СНГ, это тоже очень здорово будет влиять на людей, которые живут в СНГ. И в Армении, и в Узбекистане, и, конечно, в Кыргызстане, и, конечно, в Казахстане. Естественно, это очень сильно влияет. Не знаю, слышали ли вы историю про нашего бывшего министра экономики и образования, которого пытались арестовать в Кыргызстане, чтобы передать России. Но ему удалось вырваться, и там целая операция была по спасению нашего политика, которого все-таки сумели вывезти из Кыргызстана. И как раз, как предполагают, это было связано с тем, что он проголосовал в Сейме-Латвии за снос памятника советским солдатам, взяли уголовное дело, и его пытались в Кыргызстане как раз похитить. Ну, я вообще думаю, что сейчас в опасности практически все люди так или иначе связаны с каким бы то ни было активизмом. Даже не активизмом, а с политической позицией. Я, в общем, волнуюсь за каждого немца, который находится в России, особенно за журналистов, потому что там известно, например, что Путин очень хочет, очень хочет получить Вадима Красикова, который сидит в Германии, который осужден на пожизненный срок за убийство в августе 1918 года чеченского командира Хангешвили. И до сих пор, до сих пор, до последнего времени, все разговоры об обмене выглядели примерно так, что какой-то представитель России говорил американской стороне, «А еще скажите немцам, чтобы они нам отдали Красикова». Ну, это невозможно, чтобы американцы сказали немцам такие вещи. Во-вторых, немцы, они как бы отдельно. И плюс ко всему, у немцев своя доктрина, они никогда не меняют. Никого, ничего. В отличие от американцев. Но, например, американских заложников Путин набрал предостаточно. Вполне достаточно. Хотя здесь, наверное, нельзя никогда сказать «стоп». Да, естественно. А вот немецких у него еще нет. То есть не то, чтобы я подсказывала. Обменные фонды он все-таки формирует? Он так подходит? Конечно. Конечно. Обменные фонды формирует. Это то, что… Так как я немного говорю про обмены российской Украины, Украины и Россия, знаю я в основном то, что они все время срываются. Давно очень не было больших обменов. И это всегда разговор очень секретный на межгосударственном уровне. Есть совершенно разнообразные списки подаваемых на обмен. Они все время утрясаются, меняются и так далее. И срываются обычно в последний момент стороны расходятся фыркой. Они договорились, все начинается заново. Я просто думаю, что процесс еще круче идет на уровне обмена Эвана Гершковича или Владимира Карамурзы. Гораздо серьезнее все. Вопросы от наших зрителей. Приходят, спрашивают, на ваш взгляд, сильно ли рискует Алла Пугачева, вернувшись в Россию? Как вы думаете, если сейчас неприкосновенно или уже это время прошло? Нет, я думаю, что все рискуют. Я думаю, что рискуют все. И это показывают громкие аресты людей, вернувшихся, собственно, которые заехали на минуточку. И тот же Даниил Холодный, который вместе с Навальным, когда Навальный получал 19 лет, он получил свои 9. Это сотрудник ФБК, который занимался техническими вопросами, тоже получил уже ведь нажительство, заехал на секундочку в Россию, по своим делам тут же был арестован. Да, собственно, многие так, к сожалению. Алла Борисовна уже удостоилась комментария Пескова, который сказал, что у нас не должно быть штампа родственника иноагента. Ну, собственно, что означает, по всей видимости, у нас должен быть штамп родственника иноагента. То есть, таким образом, он попытался унизить великую Пугачеву до родственницы иноагента Максима Галкина. Ну, это, конечно, это смешно и, прежде всего, унижает, безусловно, показывает уровень самого Пескова. Но это как с антисемитизмом, как с антисемитизмом, когда Путин фактически сказал, что можно, и здесь дело не в его бытовом антисемитизме, дурацких анекдотах, но и в поддержке, прежде всего, Хамаса, и в отказе сегодняшним генпрокуратурам, например, в очередной раз признать Хамас церетической организацией. Естественно, это все тут же считывается как «бей, спасай Россию» мгновенно. И сейчас точно так же это считается с Пескова, и будет, я думаю, эта тема развиваться, что давайте теперь займемся родственниками иноагентов.